Ничего сложного там такого нету Уже отказываются от газосиликата, они берут именно наши газобетонные блоки Добрый день, на связи снова компания «Алтайстроймаш» Александр И сегодня мы прилетели в Московскую область, где год назад было запущено производство мощностью 100 кубометров неавтоклавного газобетона в сутки Давайте сейчас с вами вместе пройдем на производство компании «Экодом» и посмотрим, как здесь все работает За мной! Сейчас мы непосредственно с вами находимся на производстве Здесь у нас находится постзаливки форм, а здесь происходит упаковка готовых блоков В течение года компания «Экодом» нарастила свои мощности со 100 кубометров неавтоклавного газобетона в сутки до 200 Как это удалось сделать, давайте с вами вместе посмотрим Производство уже работает достаточно в полном объеме Хотели бы спросить, что за время работы изменилось на производстве? Что-то, может быть, модернизировалось, что-то поменяли? Хотели бы услышать от вас Да, в процессе работы мы уже изменили рельсовые пути, так скажем так, сделали более удобные, продуктивные Добавили еще одну камеру первичную и основную камеру добавили, сделали по две Естественно, добавился у нас в следующий слезательный аппарат новый, что дает нам больше преимущества Также мы основали там внутренний склад, так скажем теплый склад И под блоки, да Уже готовую продукцию храним внутри И, естественно, сделали для хранения лепестка Сейчас мы с вами находимся в складе, где подготавливается сырье У нас находится здесь песок Работает погрузчик, который грузит песок уже в бункер Из бункера идет подача в смеситель То есть, помните, я вам говорил, что у нас за стенкой находится подача компонентов Компания Кодом использует карьерный песок Он характерного желтого цвета Но вообще для производства неавтоклавного газобетона подходит любой песок Фракции до 2-3 мм Влажность песка также, она не принципиальна Он может быть как более влажный, либо более сухой Корректируется рецептура Все исходя из того, какая фракция поступает И это делается на посту заливки Вот непосредственно сам пост заливки газобетона Как он сделан? Все достаточно просто Блоки дозаторов, которые взвешивают нужное количество компонентов Цемент, песок, вода Три основных компонента Внизу находится смеситель, который как раз подготавливает раствор И туда добавляется газообразователь для того, чтобы получить нужный раствор После перемешивания раствор сливается в форму И форма закатывается в камеру предварительного прогрева Есть ли какие-то сложности с сырьем для газоблоков? Нет, в прошлом году, летом, да, мы как бы пытались найти определенные компании То с одной, то с другой, то с третьей, ну по-разному То, что подходит, просто у всех марка разная И сложно было подобрать то, что нам нужно Сейчас мы работаем именно с постоянными компаниями Которые уже просто по одному звонку И не знаете, что нам нужно Здесь у нас находится подготовка компонентов газообразователя То есть это классическая сода или натриетки Здесь у нас находится алюминиевая пудра Еще в производстве используется иногда алюминиевая паста Ну, разницы нет, просто кому как удобно, те и покупают И здесь у нас находится сульфат натрия То есть это ускоритель твердения Здесь находятся весы, где происходит взвешивание всех компонентов И после чего они добавляются в сместитель Дополнительно можно использовать фиброволокно Это основное преимущество неавтоклавного газобетона Как вы знаете, фиброволокно используется в цементных растворах В монолитных каких-то стяжках для укрепления самого массива В газобетоне это также используется именно в неавтоклавном В автоклавном газобетоне фиброволокно использовать нельзя Оно попросту сгорит при температуре Здесь же фиброволокно используется Твердеет в нормальных естественных условиях И, соответственно, служит укреплением массива здесь у нас находится пульт управления постом заливки то есть происходит дозация всех компонентов цемента песка воды есть табло то есть показывает нужное количество поступаемой продукции ну а дальше происходит перемешивание раствора и подача его форму блоки хорошие качественные и люди как бы сейчас уже многие приходят уже отказываются от газосиликата они берут именно наши газобетонные блоки тоже непрочнее тепло держат и монт даже в офис себе новый поставили целых полтора часа гвоздь сбивали вот даже вот эти вот все стены все-таки вышина большая без всякой сетки безо всего вот стоят саму да да тоже из наших был сам из наших блоков сделан на посту заливки происходит подготовка форм к сливу массива то есть формы смазываются смазка то есть это либо обычная отработка либо смазка гб-100 она также у нас поставляется смазываются формы обычным валиком потом форма у нас собирается в единое целое то есть борта у нас на защелках скрепляются и уже подаются к смесителю для слива смеси в форму после того как мы слили раствор форму переходим камеры предварительного прогрева как она устроена достаточно просто это свои же блоки из которых сделана камера прогрева делается каркас и со своих блоков сделали камеру обшита сверху пеноплексом для того чтобы тепло лучше держала либо поликарбонатом здесь в камере у нас расположены теплопушки которые греют камеру до 30-40 градусов теплопушки сделаны у нас как раз под рельсовыми путями где идет возвратный рельсовый путь который возвращает борта на пост заливки все здесь достаточно просто сделано и мы пройдем с вами дальше то есть уже к нарезке газобетона после камеры предварительного прогрева который форма находится примерно три часа и при температуре 35-40 градусов формы выкатываются происходит распалубка форта снимается борта и сама форма уже поступает на нарезку в данном производстве недавно установили резельный комплекс рм4 который сам срезает горбушку и нарезает нужные по ширине блоки но год назад мы были на запуске оборудования здесь стоял обычный резательный комплекс распила то есть сейчас поставили на чпу и разница по времени нарезки есть быстрее ствол ну а вообще простота управления сложно ли в управлении данной установкой нет ничего сложного там такого нету любой человек может разобраться там все просто программа доступна нашей компании приезжал сотрудник до приезжал человек несколько дней с нами обучил настроил показал запустили работаем мы постоянно связи с вашим менеджером и песса проблем изникает советуемся приходит ответ только что произвели распалубку массива он еще горячий вот можно посмотреть насколько качественный массив на данном производстве равномерная структура пористая структура газоблока можно сказать идеальная практически стопроцентная самое главное это края то сможете посмотреть что края достаточно ровные когда пицца данной структуры на самом деле рецепт очень прост не экономить на материалах не экономить в цементе делать все по рецептуре той которую ставят технолог и все будет четко камера основного прогрева форма будет находиться примерно 5 5 с половиной часов разных форм у нас разных объемов значит у нас год назад где-то к 100 кубов делали сейчас 200 кубов делаем у нас работают ребята в две смены в ночь и в день производство нас нормально это суточное производство 200 кубов вас до вывода объем да это в течение года до до увеличились в объемах да по блокам вы непосредственно делаете как раз разные по размеру года это полега роды да то что заказывает и делаем нам заказали какое количество просчитываем сколько за какое время сколько чего можем сделать и говорим что там через два дня через три дня или там через неделю мы вам такое количество доставим то есть уже сформировался такой слой круг покупателей которые постоянно вас берут и жалеют что вот и есть ну как родственникам тоже видим они разговаривают а родственники далеко живут куда там доставить вообще нереально там по 700 километров отсюда буду вы что говорит у это просто нереально если только самовывозом вот то есть даже вот видимо среди своих знакомых оттуда нам звонят пройдем с вами в склад переработки отходов многие спрашивают куда девать горбушку которая у нас остается после нарезки массива верхняя часть которая засыхает все очень просто горбушка которая остается засохшая она перерабатывается есть в нашей компании дробилки для отходов газобетона то есть мы загружаем вот такую фракцию то есть крупную фракцию уже горбушки подаем ее в дробилку то есть можно даже посмотреть после чего мы получаем вот такую мелкую фракцию куда она используется то есть либо фасуется по мешкам продается как наполнитель то есть как керамзит ну либо просто как наполнитель для растворов то для того чтобы использовать меньше раствора в монолитных заливках обратите внимание что массив у нас еще темные то есть почему потому что он еще сырой по силу всего три часа пусть он стоял только в предварительной камере и сейчас будет нарезаться на блоке когда блок высохнет он будет светло-серого цвета мы сейчас пройдем и посмотрим вот собственно готовый блок то есть какой по цвету мы можем посмотреть это светлый серый цвет у него достаточно ровная структура по мере высыхания блок светлеет сейчас находимся как раз на посту выгрузки готовых блоков они снимаются с поддонов укладываются на палет и дальше идет упаковка и отгрузка склад готовой продукции как упаковывается газобетон здесь палет еще теплый он недавно прям буквально был упакован что важно здесь отметить упаковывается обычной стрич пленкой подписывается марка блок это до 640 это ширина газобетона день обязательно день производства когда произведена продукция потому что некоторое время он еще находится в складе до отгрузки и соответственно маркировка фирмы той которая произвела данную продукцию сегодня мы с вами побывали на производстве в московской области где у нас работает линия теперь уже 200 кубометров не автоклавного газобетона в сутки в прошлом году это было 100 кубов производство расширяется наращивать свои объемы мы желаем компании кодом процветания успешного производства ну а вы следите за новостями компании алтай строймаш всего доброго до новых встреч